Вы понимаете, для чего нужны такие санкции, которые, в общем-то, бьют не по тем? Вот этого я не понимаю, потому что агрессия достигла со стороны западного мира действительно у зашающих размеров и не имеет никакого отношения к демократии, к миру. Потому что если уходят компании, которые с рынка делают питание для детей, санитарные материалы, переориентироваться-то же не так просто, а Китай начинает тоже, да, играть в свою игру за бешеные деньги, то страдают дети, кормящие мамочки и так далее. Или, например, не дав возможность работать с разными компаниями. Теперь компании, которые занимались детьми-инвалидами, в том числе моя Маша, испытывают страшные трудности и с материалом, и со всем на свете, и с выходом на онлайн-продажи, потому что это все очень сложно, ничего не получается. Больные люди, которые без этих лекарств вообще жить не могут, и фармацевтика русская еще не сделала заменителей, они могут умереть в любой момент. Питание-то ладно, господи, сами вырастим, но есть ключевые жизненные точки, и эти точки убивать, не иметь никакого отношения к власти, это компанейщина. Например, когда в интернете закрывают шахматный портал, в котором люди со всего мира, молодые, общаются, играют в шахматы, ну при чем тут Кремль? При чем тут Кремль-то? Если Нетфлик сваливает и фильмы русские не смотрят, ну Кремль-то при чем, они и так его не смотрели, им пофигу вообще все это, вся эта культура. То есть начинают убивать культуру, или убивают русскую культуру, не дают, да. Но я не понимаю вот этого всего, я уже не понимаю. То есть я сказала, что мир, правильно, один из руководителей государства, по-моему, из Австрии приезжал премьер-министр, и он сказал, что в этой ситуации победителями не станет никто, потому что никто не несет реального мира. А вы для себя как объясняете, для чего западные компании так делают? Подчиняются приказу сверху. То есть это власть? Бизнесу это невыгодно, это опять власть. То есть вы не считаете, что это частная инициатива компании, просто у них такая позиция, они не хотят работать с Россией. Нет, они все хотят, им был выгоден этот рынок дик. А вернутся? Отыграют назад? Слушайте, давайте вначале мы закончим свои дела, а потом будем думать, когда кто отыграет. Многие уже отыграли. Многие по другими лыбалами и так далее с хитростями возвращаются. По другими брендами, скажем так. Вот уже два месяца, уже даже больше спецопераций, так называемые, и жестких санкций против России. Но что мы видим? Российская экономика не разрушилась, ничего не рухнуло, никакой катастрофы пока не произошло. Доллар, он себя, рубль точнее, себя прекрасно чувствует, стремится к уровню начала февраля и так далее. Ну и, в общем, там инфляция тоже более-менее под контролем. Все рапортуют, что все прекрасно. Вы как считаете, почему так происходит? Первое, есть запасы. Второе, еще не решены проблемы с поставками экспортно-ориентированных продуктов. Пока непонятно, за рубли будут покупать наш газ или нет. Многие отказываются. Впереди санкции по нефти. Пока еще нефть поставляется. А второе, легально открыт параллельный импорт. Поэтому он поставляется без маркировки. И третье, я думаю, что этого еще нет. Но власть, судя по тому, что заявляет, постепенно придет к тому, что нужен НЭП. То есть нужно помочь малому бизнесу и дать ему возможность закрыть хотя бы занятость и закрыть дефицит товаров отечественными. Как их произведя, так их и продавая. То есть в такой беде всегда помогает тот самый малый бизнес, создавая буфер. Так в 1998 году, после дефолта внешнего и внутреннего, восстановление экономики произошло быстрее за счет малого бизнеса. Поэтому, может быть, он будет сейчас вытягивать. И третье, по поводу курсов. Вы знаете, в банках курс один. Но если вы хотите купить реально доллары в банке, то там курс за 100. Поэтому это внутрирасчетный курс. Ну вот все официальные лица наши говорят, вот Силуанов, в том числе, накануне, что экономика выдержит. Все в порядке, мы выдержим, работаем. Вы считаете, экономика российская выдержит эти самые? Я давно уже сказала, что экономика выдержит все. Она может выдерживать на чем? На своих ресурсах, их огромное количество. Начать делать, наконец, какое-то свое производство. А где вы были 8 лет, спрашивается? Да, 20. 30? Да. Вот. Потому что оказывается, что в любой даже в сельском хозяйстве, выращивая там гречку, мы используем какие-то не наши удобрения. А с чего это вдруг-то сейчас начнем? А потому что санкции жесточайшие. Сейчас просто ничего не будет. Просто не будет. И они еще впереди. Вот и все. Голод нам грозит? Нет, я думаю, люди перейдут, как раньше, в 90-х, сажать картошку, морковку, свиней заводить. Возвращение идет в 90-е и туда. Советский Союз. Да. И в конец... Ну, понимаете, Советский Союз не так и выгоден власти. Почему? Ну, деньги же не будут работать. Что тогда с ними делать? Они же заработали для того, чтобы эти деньги работали на рынке. В Советском Союзе не было рынка. И, кстати, элита жила очень скромно. Да, у них там были какие-то квартиры большие, дом на набережной. Магазин «Березг». Это те, кто выезжали. А так намного скромнее. И вся... При Сталине, например, вся посуда даже и мебель были штампованы и принадлежали государству. Ничего частного не было. Это было не их. А здесь у них есть частное. Это частное должно работать. Зачем было столько забирать миллиардов рублей? Это все будет сложнее и не так просто. Я сказала, прошлого повториться не будет. Прослое повторяется первый раз как успех Советский Союз, а второй раз как фарс. Я надеюсь, что власть это услышит и понимает, что нельзя ничего вернуть полностью, как было в прошлом. Старый опыт больше не работает. Это главный рецепт. Все, что использовалось, сделалось вчера, это имеется в виду прошлое, властью, оппозицией, страной, западом, ничего не работает. Будет работать что-то новое, что пока непонятно. Неизвестно. Это время хаоса. И все события случайные, что коронавирус, что операция, а с другой стороны закономерно. Это испытания для человечества. Для чего, вы думаете, это испытание нам дано? Нам, человечеству? Для того, чтобы понять ценность человеческой жизни. Не поймем, угробим все. Ну, это точно. Это мы сейчас близки к этому. Нет, не так близки. Я думаю, ядерной войны не будет. Но угроза третьей мировой войны горячей есть, но не ядерной. Почему вы так считаете, что не ядерной? И вот Лавров говорит, очень высокие риски ядерной войны. И не только Лавров. Это информационная война. Я рассуждаю как нормальный, спокойный, живущий здесь человек. Ядерная война уничтожает всех. Не бывает ядерных точечных ударов. Да, но, Ирина, и при этом никто же не верил, и вы тоже не верили, что 24-го начнется спецоперация. Да, ну, эти вещи логически не связаны. Мы можем сранить все, что угодно. Бабушка не верила, что внучка принесет ей пирожки, поэтому ядерная война. Ядерная война тоже может быть. Это такое вот у вас сравнение. Я считаю очень важным сейчас нам всем просто консолидироваться и начать оказывать помощь друг другу. Это то время, когда каждый из нас должен сделать максимум возможным для себя, для своих близких, для своих сотрудников, для своих коллег, для своих клиентов и так далее. Может быть, этот кризис научит нас быть более человечными, и мы научимся жить правильно. Как жить? Живите правильно. А как правильно? Ну, правильно, это прежде всего. Мы сейчас вынуждены будем все взять на себя ответственность за то, что происходит в нашей жизни. К сожалению, последнее время, оно время такое безответственное. Я на своем опыте наблюдал, на опыте других людей. Но, к сожалению, мы сейчас находимся во времени просто тотальной лжи, тотального обесславливания всего хорошего и возвышения всяческого говна. Я прошу прощения. Мы, к сожалению, вошли в очень гнусное время. Если то, что с нами сейчас случилось, не по нашей воле, отчасти по нашей вине, но знал бы прикуп, все было бы хорошо, мы не знали, к чему все приведет. Ну, вот оно приводит к тому, к чему приводит, и теперь мы стоим перед этим вызовом принять ответственность на себя за все происходящее. Но ответственность – это не посыпание головы пеплом. Ответственность – это то, что ты делаешь сейчас на завтра. Вот не то, что ты там… Я беру ответственность, я схалтурил, я беру ответственность, я профокапил, я беру ответственность. Не нужна никому, да, твоя эта ответственность. Что ты сделал сейчас, чтобы завтра было лучше? Кому ты помог сейчас, чтобы завтра было хорошо?